Расскажите, какие проблемы в настоящее время стоят перед писательскими организациями в регионах и в Алтайском крае в том числе? Алтайский край, насколько я знаю, является здесь действительно, это не на правах гостя, который хочет поблагодарить и погладить хозяина. Здесь писательские проблемы решаются достаточно оперативно, потому что есть хорошее сотрудничество с Министерством культуры края. Алтайский край сохранил свой журнал «Толстый литературный Алтай». Многие края России, где были свои хорошие именитые литературные журналы региональные, их потеряли в 90-е и в 2000-е. Это культурный феномен России, больше в мире нигде такого нет. Они возникли в XIX веке, уже в XIX веке они возникли по образцу западноевропейских, североамериканских литературных журналов, но уже в XIX веке русские литературные журналы и по тиражам, и по численности, и по тому значению, которое они играли в обществе, ушли резко в сторону. Это стал культурный феномен России. В XX веке это сохранилось. Были журналы левые, правые, русофильские, либеральные, они противостояли друг другу. Но это была живая полемика, это жизнь мысли. Одна точка зрения, вот другая. Обсуждали, спорили, это все нормально, так и должно быть, так мысль двигается вперед. А в конце XX века вообще произошло немыслимое. Тиражи журналов подскочили до миллиона экземпляров. Такого не было никогда в мире. Французские, американские журналы, литературные, 2-3 тысячи экземпляров. А тут под миллион. И поэтому утрата журналов сейчас, это утрата культурно-исторического феномена России. Это, во-первых. Во-вторых, журналы на сегодняшний день были и остаются как бы некими авторитетами, как бы сказать, мнений экспертного сообщества о писателе. Писатель может выложить себя в интернете, на сайте стихи.ру. Там полтора миллиона человек друг друга хвалят. Но это его нисколько не сделает в глазах других писателей чем-то серьезным и значимым. А вот если он опубликуется в отечественных записках, в нашем современнике или в новом мире, это значит, что он прошел некоторую экспертную оценку, и он уже, так сказать, представляет из себя интерес для современной русской литературы. Фестиваль Роберта Рождественского в Алтайском крае проходит уже в 14-й раз. И, как мы знаем, сам писатель старался следовать актуальности, его волновала и тема космоса, войны и социальной несправедливости. Как вы считаете, что волнует сегодняшних поэтов и что определяет их повестку? Очень хороший вопрос, потому что я это сказал и Кате Рождественской, дочери Роберта Ивановича, на одном из чтений. Потому что Роберт Рождественский, он вот в этой тройке, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, считался самым, ну, как бы сказать, простонародным. Самым не модернистским, самым не навороченным. То есть, там, Вознесенский пишет, там, «Трусы, чайка, трусы Бога». Ах, 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 какой образ там. Там, Евтушенко. А Роберт Рождественский пишет про войну, там, что-то и что-то. Но его стихи становятся песнями, они входят в душу русского народа. А, простите меня, так сказать, все эти очень яркие, интересные образы, написанные двумя, вот как они считали более продвинутыми товарищами, и они смотрели на него свысока. И, так сказать, дочери Роберта Ивановича не дадут мне соврать. Вот они уже исчезли, их уже никто не знает. А песни, написанные на стихи Рождественского, живут и будут жить. Потому что они вошли в душу русского народа. Поэтому актуальность может быть разная, да? Это могут быть завитушки вокруг пустоты, как называл модернистов в блок. А может быть, актуальность вот действительно соответствует эпохе, там, да, и военные песни, и все, что связано как бы с освоением космоса, и простые человеческие чувства, вечные. Вот. Они актуальны. И, ну, что я хочу сказать? Конечно, современный русский писатель, который не чувствует боль Донбасса, который не чувствует, что там убивают русских людей ежедневно, в порядке ежедневно убивают. Вот. Мне кажется, что он не актуален. Хотя он может строить какие угодно модернистские, постмодернистские построения. Он не актуален, он не отвечает сегодняшнему дню. Человек, который не переживает разорения русской деревни сегодня, он писатель. Он не актуален, он может писать на какие угодно темы. Но если он это не воспринимает как личное горе, как как бы некий вызов времени, который сегодня существует, да, он для меня не актуален. Поэтому вот Роберт Иванович, он был актуален именно той актуальностью, которая подлинная, настоящая. На ваш взгляд, цепляют ли современных творцов тема митингов коронавируса? Ну, разумеется, кто-то уже побежал и написал что-то про коронавирус, там, о митинге. Ну, Россия две революции пережила в 20 веке, в 17-м и в 91-м году. Я не думаю, что нас митингами можно как-то удивить. Мне кажется, что это несколько искусственная повестка. Я еще раз говорю, есть вещи, которые действительно, знаете, как сказано, через сердце поэта проходит трещина мира. И эта трещина мира вовсе не обязательно, уж простите, то, что показывают по телевизору или то, что там набирает миллион просмотров в Инстаграме. Эта истина может быть совершенно, и эта трещина может быть совершенно в другом месте, но поэт ее чувствует. Алексей, вот как вы считаете, в настоящее время существует ли какая-то проблема со статусом писателя в России? И каким образом можно повысить этот статус? Со статусом писателя произошла интересная вещь, потому что, безусловно, в Советском Союзе он был завышен до невозможности. То есть, грубо говоря, писателя поставили на место священника. Вот совесть нации. А совесть нации, ну, так себе, там, она и водку пьет, и там, жене изменяет, и, в общем, много всяких человеческих слабостей. Вот, и потом вообще начались какие-то странные драки за писательское имущество, за дачи, там, и так далее, и так далее, за премии. Очень много некрасивого всплывало в 90-е годы, поэтому статус писателя упал, прошу прощения, ниже Плинтуса. Ну, и плюс ко всему, конечно, так сказать, постарались и архитекторы, так сказать, новых социальных схем, новых каких-то законов для России. Поэтому, я думаю, что нормальный статус писателя, он на Западе. Он не слишком высоко вознесен, и, так сказать, вот об него ноги не вытирает, как это было у нас в 90-е. Это серьезный, хороший, значимый статус. Человек, который имеет свою точку зрения на происходящее, что-то прогнозирует на будущее, ну, и вообще, как бы, находится вот в каком-то таком серьезном осмыслении мира непрерывном. Когда в качестве экспертов по каким-то проблемам, в том числе человеческих отношений, там, и так далее, выступают у нас сегодня актеры, или, там, я не знаю, так сказать, ну, блогеры, тиктокеры, сам смысл существования которых хайп, то есть, как бы, да, вот хайпануть, там, миллион просмотров, и после этого он выступает и говорит что-то, там, об истории России, о душе, там, я не знаю, и так далее. Это, конечно, не совсем правильно. Что вы можете предложить для решения этой проблемы? В Советском Союзе создавался тип человека-созидателя. Вот вы говорили, Роберт Рождественский, космос, да? В Российской Федерации, как сказал один из бывших министров образования, нам нужен человек-потребитель, он сказал. Вот. Человеку-потребителю не нужна художественная словесность, не нужно осмысление того, что происходит, какие-то рефлексии и так далее. Поэтому, чтобы поднять писательский статус, простите меня, надо немножечко все-таки разобраться с культурными ценностями и с тем, кого мы хотим видеть в наших согражданах, в наших детях, там, и так далее. Если мы хотим видеть потребителя, то, в общем, тоже есть, там, и для писателей определенное русло, да, это фэнтези, это, так сказать, детективное чтиво, там, и так далее, и так далее, и так далее. Если мы хотим все-таки человека-созидателя и о каких-то позитивных сценариях для нашей Родины думаем, о каком-то ее будущем, то, безусловно, нужен уже писатель другой, ответственный, серьезный, думающий о судьбах. Прошу прощения, Родины, имеющий своих детей, думающий не только о детях вообще, но о своих детях, которым жить в России. Они где-нибудь за границей, где у него виллы уже куплены. И заключительный вопрос. Как вы считаете, проведение фестиваля Роберта Рождественского может ли каким-то образом помочь в решении вопроса и проблемы со статусом писателя в России? Я думаю, что не просто может, а должен. И здесь, мне кажется, действительно нужно то, что я говорил, очень четко понимать и даже прошу прощения за нескромность позиционировать. Потому что понятно, что на Алтае будут праздновать день рождения Роберта Рождественского, потому что он связан с краем. Но я еще раз говорю, можно праздновать и день рождения какого-нибудь клоуна или еще кого-то. Можно много чьих дней рождения праздновать. А здесь надо понять, чем Роберт Рождественский отличается от современных ему и тоже очень известных поэтов. И почему он нашел дорогу к душе человеческой, а они не нашли. Они так и остались на страницах своих очень мудреных, навороченных, накрученных, нарифмованных книжек. А вот он эту тропинку к душе человеческой протоптал.